В Анапе появятся новые детские площадки. Поручение рассмотреть вопрос о закупке новых комплексов дал глава курорта на еженедельной планерке. Очень много людей обращаются. Там поставить, в Алексеевке, в Анапской, где-то еще нужно. Давайте купим. Давайте купим. Не 10, не 20. Давайте 40-50 купим. Давайте дадим в сельские округа поставим. Давайте в городе поставим. По поручению Юрия Полякова до конца этой недели главы сельских округов должны составить списки, где необходимы детские площадки. В подобный реестр будут включены и тротуары, которые нуждаются в ремонте. Глава Анапы поставил задачу – учитывать состояние пешеходных зон во время планового ремонта улиц. Здесь, по мнению Юрия Полякова, нужен комплексный подход. Вместо палаток с шаурмой, деревья и клумбы, вместо аттракционов – зоны для отдыха и пешеходных прогулок. В первой курортной зоне Джемотеп появится новый сквер. Это еще один этап масштабного проекта Юрия Полякова по озеленению курорта. История сквера, который только закладывается, началась еще летом, когда глава Анапы потребовал убрать с этого места ларьки и аттракционы, размещение которых на данном участке противоречило целевому назначению земли. После демонтажа объектов стала появляться информация, что территорию, скорее всего, освободили для других коммерческих объектов. Ведь кусок земли в этом месте – лакомый. Но сегодня стало ясно – никаких отелей и магазинов здесь, как и обещалось, не будет. Сотрудники Ремстроя приступили к подготовительным работам по обустройству новой зоны отдыха. По обеим сторонам площадки агрономы разобьют зеленые зоны. В центральной части брусчатку оставят. Здесь будет продолжение пешеходной дорожки. Коснутся изменения и самой инфраструктуры. Будут устроены зеленые зоны, оборудованные системой автоматического полива. Будут выполнены зоны для отдыха. Будут установлены лавочки, урны, освещение. Общая площадь благоустройства составит почти 2000 квадратных метров. Новый сквер будет готов к началу курортного сезона. Анапа вошла в топ-3 популярных курортов для оздоровительного отдыха по итогам прошлого года. Один из наиболее авторитетных российских сервисов бронирования санаториев «Санатории России.РФ», который объединяет порядка тысяч здравниц страны, составил рейтинг спроса для санаторно-курортного и лечебного отдыха. Лидерами среди регионов стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Помимо этого был составлен и топ самых популярных городов. «В первую десятку городов России по популярности отдыха и лечения в санаториях в 2019 году вошли город Сочи, Кисловодск и третья – Анапа. Рейтинг таких городов, как Пятигорск, Весентуки, Евпатория, Белокуриха, Железноводск, Ялта, Геленджик. Рейтинг составлен по результатам анализа спроса путевок санаторий для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года». По итогам 2019 года Анапа заняла третье место в рейтинге безопасности по Краснодарскому краю. Эти данные прозвучали в ходе итогового заседания в Анапском отделе МВД. Также на совещании обсудили задачи на этот год. Одна из главных проблем – ситуация с безопасностью на дорогах. Количество ДТП выросло. И в решении этого вопроса необходимо межведомственное взаимодействие. «В этом году нам необходимо разработать комплекс мер по линии безопасности дорожных движений совместно с администрацией, совместно с управлением ГАИ Края, соответственно, Росавтодором. Нам нужно их реализовать». Роспотребнадзор провел внеплановые проверки торговых объектов, реализующих никотиновые смеси. Факты незаконной продажи были выявлены в семи объектах розничной торговли. На 110 единиц наложен арест. СНЮС крайне опасен для здоровья. Одна сигарета содержит 1 мг никотина. Если провести аналогию, то употребление одной конфеты с НЮСа равносильно употреблению 10 пачек сигарет за один раз. Даже для взрослого человека такая доза может оказаться смертельной. А что говорить о подростках? В России зафиксированы сотни отравлений с НЮСом. Нередко дело доходит и до реанимации. И в большинстве случаев жертвами отравлений становятся школьники. «Здесь непосредственная угроза здоровью и очень большой риск жизни. Ребенок не понимает. Он сразу берет и 5 жвачек себе в рот кладет. А дальше что происходит? Организм не справляется. Отказывают все системы». Вот по этой причине мы и снимали с реализации все эти продукты и направляем их на конфискацию. Надеюсь, что на текущий момент уже в магазинах и торговых объектах она по такой продукции нет. Если есть, то и Роспотребнадзор, и все службы муниципального образования, УВД ждут вашу информацию, где она возможна реализация. Сегодня депутаты Госдумы рассматривают вариант полного запрета с НЮСа в России. В этом году закон будет рассматриваться в Нижней Палате парламента. В Анапе все готово. Крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января на территории города-курорта определены три места, где будут организованы мероприятия по омовению в море. Это пляж «Высокий берег» в районе Малой бухты, центральный пляж Анапы возле ворот на улице Гребенской и пляж станицы Благовещенской. Здесь с восьми вечера и до двух часов ночи будут дежурить спасатели и скорая помощь. Правопорядок будут обеспечивать сотрудники полиции и представители казачества. Обращаю внимание на то, что подъезды будут регулироваться. Внимательно смотрите к подъездным местам, в том числе и парковкам. На всех местах будут организованы кабинки для переодевания и будут предоставляться горячий чай. Всем желаю хорошего настроения провести эти мероприятия без нештатных ситуаций. Все остальные посещения других водоемов в границах муниципального образования я предостерегаю о том, что мер безопасности там обеспечиваться не будет. И не подвергайте свою жизнь излишнему риску. Субтитры создавал DimaTorzok